Вот какая цель предыдущей лекции и сегодняшней лекции? Цель такая. Попытаться вместе с вами создать образ классической науки. Образ, который будет для нас некоторым отоломом сравнения. Вот мы совершим переход на следующей неделе. Переход крайне важный для каждого из нас. Переход от классического к неклассическому мышлению. От классической науки к неклассической науке. И мы должны очень четко представлять себе нормативы, идеалы, цели классической науки. Это для нас как бы исходная точка. Это для нас эталон сравнения. И вот мы в прошлый раз начали с вами этот образ развивать. И сегодня мы это продолжим. Я остановился на пункте, я уже забыл какой номер, по-моему, седьмой был, да? Вот, фундаментализм. Давайте я сейчас некоторые вещи повторю. Но повторю с вариациями, не буквально, не механистически. Итак, одна из важнейших установок классической науки. Найти последнее основание. Вот это очень емкое выражение. Последнее основание. Конечное основание. Предельное основание. Мироздание. У мироздания есть некий сущностный фундамент. Глубинный онтологический фундамент. Его надо дощупать. До него надо добраться. Его слово так. У природы должна быть какая-то своя аксиоматика. Вот я позваю себе такое выражение. Ну, знаете, что аксиоматика? Это понятие связано с наукой. А я его сейчас онтологизирую, это понятие. Вот у природы должны быть какие-то исходные, простые, простые принципы. Из которых растает все остальное. Это фундамент, на который можно опереться. Вот поиск этого фундамента, поиск этого фундамента, составляет пафос исканий, характерных для классического периода. И забегая вперед, скажу сразу, этот фундамент не удалось нащупать. Он все время уходил из-под ног. Вот, вроде вот, вот нашли, вот они последнее основание. Вот она исходная база. И вдруг обнаруживается, что возможно движение в глубину, к другим основаниям. И, знаете, самое, что интересно, вот здесь было выявлено. Вот эта установка, это простое. Это очень важно понять, да? Установка, это простое. Фундаментально, это простое. Фундаментально, это элементарное. Идеал простоты. Крайне важен для понимания классического стиля мышления. И вот выясняется, что нет этого простого основания. За простым начинается сложное. И больше того, чем мы глубже уходим в недробытие, тем стремительнее нарастает сложность. Вот это парадокс. Нам казалось, что с движением в глубину мы движемся в направлении простоты, а получается наоборот. Вот это очень важно осознать для того, чтобы выработать правильную методологию. Идеал простоты, идеал ясности, идеал однозначности. Ведь это так красиво. Ведь это составляет сущность, я бы сказал так, эстетического начала в науке. Простота – это один из эстетических критериев, именно эстетических. Простота и красота, они как-то ассоциируются в сознании классического ученого. И же этими понятиями имеется принципиальная корреляция. И вот вместо простоты нарастающая сложность, нарастающая сложность, прогрессирующая сложность. Мы не нашли этого фундамента. И мы не можем утверждать, что мы вот эти простые основания обнаружили. Хорошо, это вот фундаментализм. Я кое-что дополнил к тому, что говорил в прошлый раз. Теперь следующая черта, которую мы обозначаем через понятие финализм. Что такое финализм? Это первичное мнение в том, что наука может и должна достигнуть некоторого финала. Наука должна и может завершиться. Все опознано. Все объяснено. Вот это очень и очень тоже существенная черта в классическом мышлении. Я бы сказал так. Вот если это перевести на язык ценностных, астетических категорий, то это остановка на совершенство. Со-вер-шен-ство. Вот давайте обдумаем семантику слова совершенства. Вершина здесь присутствует в качестве корня. Достигнуть вершины, достигнуть предела. Или я бы сказал так. Исчерпать. Очень важный слово. Исчерпать. Исчерпать предмет познания. Финализм предполагает завершение теории. Значит, завершенная теория это совершенная теория. Завершенная картина мира это совершенная картина мира. Абсолютная полнота. Вот тоже очень важное слово. Полнота. Исчерпывающая полнота. Вот мы вышли на этот пик, на эту вершину, и мы говорим, картина мира теперь доведена до совершенства, она может быть принята в таком виде раз и навсегда, и никаких новых дополнений уже быть не может. Вот мечта об этом конечном, об этом совершенном знании. Очень глубоко и ярко вот эту тенденцию выразил Гегель, как философ. Вот Гегель был убежден, что вот его собственная философия, она ставит точку в развитии философии. Вот ярчайший пример фенализма. Гегель читал, что его философская система решила все основные проблемы. Гегель был универсальным мыслящим философом. Ну, скажем, вот есть у него книга «Философия природы». Вот он полагал, что эта философия природы, она подвела итог развития естественных наук. Философия в истории у него есть книга. Он читает, что в этой книге исчерпана проблематика исторической науки. Гегель считал себя последней фигурой в истории мировых голосов. Завершительным, завершительным. Вот в этом плане фигура крайне характерная. Крайне типичная. Но мы прекрасно понимаем, что Гегель глупо ошибся. И сегодня мы смотрим на его амбиции с доброй улыбкой. Так вот, этот идеал законченный, завершенный, исчерпанный картиной мира. Три важнейших черты этого идеала. Три важнейших черты. Крайне мира, хотя она исчерпывающая, хотя она универсальна, она должна быть простой все-таки. В целом, в своих основаниях, в своих теоретических предпосылках. Первое качество этой картины мира должно быть однородной. Вот давайте в это удумаемся. Однородность или гомогенность. Это очень важно сейчас нам понять. Давайте вот войдем внутрь этой картины мира. Войдем. Мир классической науки. Если я говорю, что это мир однородный, то это означает, что я могу экстраполировать известные мне законы о науке на бесконечность. Экстраполировать уверенность. А что будет экстраполировать? Переносить с известного на неизвестный. Я убежден, что даже если я всю бесконечность не смог охватить лично, персонально, то я убежден, что эта бесконечность очень-то понятна. И никаких сюрпризов не может быть при исключении мира. Поэтому мы не можем оказаться в области с другими законами, с другой аксиоматикой, с другими основаниями. Слад, мир везде одинаков. Везде одинаков. Вот нет таких границ в мире, пересечения которых предполагает выход в область новых отношений, новых законов. Понимаете меня? Да, вот это крайне важно осознать. Сегодня мы знаем, что мир неоднороден. Опять-таки, забегая вперед. Сегодня мы знаем, что нас могут ожидать совершенно невероятные вещи. За определенными границами. Некоторые меры переходим и оказываемся в области, где наши законы не действуют. Хотя бы черная дыра. Вот вам пример такой границы, где кончается понятное, начинается непонятное. Мы сразу вторгаемся в область парадокса. Обратите внимание, однородная картина мира, она исключает парадоксальность. Однородность это как раз гарантия того, что никаких парадоксов у нее может быть. Классическая нога не любит парадоксы. Не любит. Она имеет иммунитет против них. И любой парадокс для нее это кризис однородности. Парадокс указывает на то, что не работает декстраполяция. Парадокс указывает на то, что мы встречаемся с чем-то настолько новым, что имеющийся в отличие аппарат неадекватен для описания, для познания этого нового. Дальше. Эта картина мира считается совершенной потому еще, что она завершена в каком смысле? Она не имеет никакой периферии. Мы говорим, что граница познанного и непознанного. За этой границей начинается непознанное. Нет такой границы. Нет непознанного. И поскольку нет непознанного, нет взаимодействия между областью познанного и непознанного, то мы говорим, что эта система самозамкнутая. Она ничем не взаимодействует. Она не взаимодействует с областью неисследованного бытия, это неизученное, оно инициирует поиск, оно обладает импульсами эвристическими, и этих импульсов нет. И поэтому система, есть закрытая система, система классической науки, федеристически понят, федеристически интерпретированная, она закрыта, она замкнута на себя, она ни в чем не нуждается, обратите внимание, сам замкнута система, закрытая система. Это значит, что она не нуждается в каком-то приросте чего-то нового, она не нуждается в притоке какой-то новой информации, она самодостаточна. И конечно же, эта сам замкнута система, она претендует на полную непротиворечивость. Обратите на это внимание, сам замкнута система, где все решено, где все объяснено, не нужно чего-то извне привлекать для каких-то там уточнений или каких-то новых аргументов. Так, все внутри системы состоялось, все внутри системы выстроилось, система непротиворечива. Будет специальная лекция, посвященная Гёделю, это великий человек, великий методолог науки, который показал, что внутри закрытых систем всегда возникают противоречия, которая требует их раскрыть, они должны раскрыться, они должны выйти вовне, прирасти себя. Это диалектика. Вот это великая теорема Гёделя, великая теорема Гёделя. Классическая лука даже не предчувствует возможности такой теоремы, возможности такой ситуации, когда внутри, казалось бы, отшлифованной, идеально выстроенной, кристаллизованной системы начнут генерироваться противоречия, которые эту систему пустят в разнос. Ну и, конечно, вот третий момент, это убежденность в том, что мы обладаем абсолютной истиной. Что такое абсолютная истина? Это истина, которая, естественно, не эволюционирует, абсолютно и вообще никогда не развивается. Абсолютно потому, что оно закончено, потому что оно обладает предельной, максимальной полнотой. И вот такая предельность, такая амбиция на обладание абсолютной истиной, которая сейчас смотря не знает никакой процесса внутри себя. Хорошо. Следующий важнейший момент в характеристики классической науки. мы могли бы определить через понятие имперсональность, имперсональность. Им – это частица, несущая в себе семантику отрицания, имперсональность. Что имеется в виду? Опять-таки, опять-таки, забегая вперед. Тема – субъекты познания. Ученые. Это личность. Ученый – это субъект. У каждого ученого есть какие-то свои личностные, свои персональные параметры, неповторимые черты. Для классической науки ничего этого не существует. Вот эта установка на абсолютный объективизм знания. Объективизм. Знание не должно нести на себе никакой печати субъекта. Очень сильная установка. И в ней, конечно, есть свои позитивы, но 20-й век показал, что имперсонализм принципиально невозможен. Что субъект играет активнейшую роль в процессе познания. Что от субъекта нельзя отстраниться. Отстраниться. Так вот, классическая наука, она отстранялась от субъекта. Так, и вот это диамо объективного знания. Не важно, кто это знание отдал. Это знание не несет на себе никаких следов личности, никаких напечатлений этой личности. Классическая наука, я бы сказал, она безлична. Она безлична. И поэтому, поэтому, да, она старается, и это ей удается, до какой-то поры, в общем-то, вывести за скобки или элиминировать, элиминаться от удаления. Я это слово еще не ценю, но постоянно применяется в своей науке. Элиминировать все ценностное. Что такое ценностное? Аксиология, наука о ценностях, да? Ведь мир ценностей – это мир субъективный. Это мир, где основные параметры задаются именно личностью, именно субъектом. Так. Что-либо ценностное, ценностное, значит, субъективно не должно допускаться в науку. Наука бесстрастна, бесстрастна. Она холодная, я так вам сказал, да? Ей эмоции, а ценносты всегда ценносты эмоциональным фоном, ей, в общем-то, неприличествует, неприличествует. Вы знаете, вот эта установка, она имеет свою силу, еще раз подчеркну. Знание, которое застроговано, знаете, от чего? От субъективизма. Да что такое субъективизм? Это очень опасная вещь – субъективизм. Влияние субъекта на предмет познания, оно бывает разным. Я на будущей лекции покажу, что в самых фундаментальных измерениях субъектов вообще нельзя, от субъектов вообще нельзя, вот, ну, не то чтобы отказаться, субъект не может быть проигнорирован. Ну, двадцатый век покажет роль субъекта в процессе познания, выдвинет субъекта на первый план, но, тем не менее, мы должны помнить, что, ну, как бы, есть разные здесь оттенки, да? Разные оттенки. Вот есть субъективизм, который фундаментален – это не классическая наука, а есть субъективизм, с которым и не классическая наука должна бороться. Что такое субъективизм? Да. Это когда ты уносишь какие-то помехи в процесс познания, идущие от тебя. Вот ты создаёшь помехи, ты создаёшь шум. Когда-либо в познании образуется шум, и ты этот шум генерируешь. Ты не можешь вот от чего-то сводиться, и ты навязываешь в природе какие-то свои оценки, свой темперамент на неё проецируешь. И отсюда что? Вот отсюда так называемые аберрации, искажения, возмущения. Вот это очень важно понять – субъективные аберрации, субъективные искажения, субъективные возмущения. Классическая наука предпринимала титанические усилия, чтобы этот весь аберрации в корне пресечь. Чтобы наука была стерильной, поэтому стерильная наука. А откуда идёт засорение? От субъекта. Вот субъект засоряет своими аберрациями, возмущениями. Это очень мощная установка. И, короче говоря, конечно, субъект принимает участие в процессе познания. Естественно, к классическому это понимает. Но давайте замешиваем характеристики этого субъекта. Но, прежде всего, он совершенно что-то асоциальное, асоциальное. То есть никак эпоха не должна отражаться на характере аберрации. Никак. Эпоха, структура общества. И не должно быть этой примеси в науке, социальной примеси. Всё это должно быть, что это виноват. Чисто социальный субъект, а исторический – асоциальный. А исторический – асоциальный субъект. Это субъект очень абстрактен. И вот есть некий стандартный учёный. Среднетипический познающий субъект. Именно среднетипический. где всё личностное удрено. Никаких личных красок, никаких личных оттенков. Вот этот, сказал так, вот этот субъект познания, он обладает тоже чертами чего-то абсолютного, чего-то безусловного. Ему отпущен дар, вот это вот пишем у себя. Ему отпущен дар, такой вот дар на все времена, дар для всех ситуаций. Созерзать истину. Понятую как что-то неизменное. Понятую как что-то извечное. Одна истина для всех субъектов. Эти субъекты, они как-то, ну, как бы собраны в одном этом абстрактном субъекте. И, понимаете, истина есть для одного универсального субъекта. Вот не может быть каких-то личных измерений истины. Вот я вижу её так, а ты видишь её так. И мы начинаем с тобой дискутировать. Никаких дискуссий не должно быть, здесь она одна. Универсальная истина. И ты должен выйти в соответствие с этой истиной. Должен находиться в унисоне с ней. В унисоне с ней, так. И поэтому никаких разногласий не должно быть между учёными. Потому что для них вот есть один кабертон. Это неизменные, извечные, абсолютные. Никаких проблем не порождающие истины. И здесь она должна одинаково отражаться во всех умах. Эти мы как бы усредняются в нечто, как я сказал, среднетипическое. Вот такая здесь установка. Установка. Итак. Вот эта установка, она ведёт к чему? Запишем у себя. Что классическая наука не озабочена проблемой. Как вот мир познаётся? Мир познаётся субъектом, да? Читается, что эта проблема не существует. То есть, отсутствует рефлексия. Рефлексия направлена на сам процесс познания. Предполагается, что это познание универсально, что оно, в общем-то, едино для всех людей, которые пришли в науку. И здесь не может быть никаких проблем. То есть, фактически, фактически, что мы получаем здесь? Человек познаёт мир, вот это себя так запишем, да? Не критикуя процесс познания. Не подходя критически к себе, как к познающему субъекту. Канн впервые стал критиковать процесс познания. Написал свои критики, знаменитые, впервые. Это уже был конец 18-го века. Канн, в общем-то, где-то предвещает уже не классическое мышление, служить со своими диномиями и так далее. Уверенность в том, что... познание беспроблемно. Познание беспроблемно, понимаете? Вот такой своеобразный оптимизм. Убеждённость в том, что мир познаваем, и при соблюдении определённых металлических норм познания позволяет сформулировать незыблемые, общеприемлемые, единые для всех времен и народов истины. Хорошо, вот это по поводу имперсонализма. Следующий момент мы определим через понятие наивный реализм. Наивный реализм, да. Это тоже очень важный момент, связанный вот с чем. Опять-таки я продолжаю линию вот нашей предыдущей параграфе. Некритическое отношение к процессу познания. Отсутствие револекции направлено на процесс познания. Что такое наивный реализм? Это международное в том, что мое сознание, мое сознание учёного, которое познавает мир, это вот зеркало. Ну, мы должны это зеркало сделать чистым. Отсюда вот эта борьба с объективизмом. Отсюда работа над формальной логикой, именно над формальной, не диалектической. Мое сознание — это зеркало, отражающее реальность. Если зеркало нашлифовано идеально, то и реальность отражается без каких-либо помех. Это же не кривое зеркало, а зеркало совершенное. Что в этой концепции для нас важно? Первое. Зеркальное отражение, оно пассивно. Оно пассивно так. Это понятно, что это метафора. Метафора есть приортиристический, есть поэтический троп, но это метафора очень точная. Вот мое сознание — это зеркало, которое при определенных условиях будет отражать мир хорошо, правильно, адекватно отражать, адекватно отражать, да. Я позаботился о том, чтобы в этом зеркале не было никаких деформаций, которые могли бы что-то там исказить и так далее, и так далее. Вы знаете, вот здесь, конечно, сделана серьезная биологическая ошибка, но когда я так говорю, то надо понимать, что задним умом крепок. Это мы сегодня можем осуждать вот эту позицию. Но она была неиспешна. Короче говоря, вот концепция новореализма, согласно которой мир отражается в наших ощущениях адекватно, и даже никаких проблем здесь, да, мир отразился и все. Видишь это отражение? Вот. Она указывает на то, что классическая лука еще не пришла к мыслям в активности познания. Познание как активный процесс. Это очень важно. Мы с вами уже не раз говорили о механицизме, как важные характеристики классического мышления. Но, в общем-то, метаворозеркало, оно тоже механистично. Оно тоже механистично. Механическое отражение. И только. Отсутствует какая-либо активность. Отсутствует деятельность на начало. Деятельность на начало. И дело в том, что наше сознание, оно не только отражает мир, оно его и творит. Наше сознание может действовать как демиолог, создавая собственный мир. И это очень важная черта познания. Это все, конечно, только в будущем проявится. Следующая черта классической науки. Мы обозначим через очень емкое понятие динамизма. Динамизма. Забегая вперед, скажу, что в футбуке принято различать два типа закономерностей. Динамические закономерности и статистические. Динамические закономерности характерны для линейных систем. Которых немного элементов. Ну, вот пример динамической системы. Это любой механизм. Возьмем там паровую машину. Загономерности и статистические связаны с ансамблями элементов. Где элементов очень много. И где невозможно проследить траекторию каждого элемента отдельно. Необходимо суммировать описание этих отдельных элементов. Суммировать как? Через вероятностные законы. Не буду сейчас этого касаться. Потому что это особая тема. Вероятностное мышление. Это уже не классическая наука. Хотя и в недрах классической науки зародилась теория вероятности. Динамизм. Слово динамизм у нас должно с чем ассоциироваться? Слово динамизм. Вот это так называемая жесткая детерминация событий. Жесткий детерминизм. Что такое жесткий детерминизм? Это между тем, что мир есть причинно-следственная цепь. Вот мир можно описать как причинно-следственная цепь. Звено? И связь между этими звеньями, то есть связь между причинами и следствием. Ну что это какой характер? Линейный характер. Ну это знаете, это просто вот чисто наглядно можно представить себе. Именно линия, да? Дискратно разделенные на звенья. Энергия или информация по этой линии движется никуда в сторону не уклоняясь. И движется как бы канализованно, канализованно в каком-то одном русле. Не может быть никакого ответвления, никаких инфуркаций. Это уже, я уже сейчас говорю про синергетику. В синергетике эта линейность начинает разрываться и давать пучки. Никаких пучков нету. Мир есть некая линейная система, так? И причина, причина однозначно предполагает следствие. То есть, внутри этой цепи будущее хорошо прочитывается. Прочитывается и поэтому это будущее предсказывается очень уверенно, в очень точных формах оно предсказывается. Так вот, убежденность в том, что все в мире жестко детерминировано. Вот давайте сейчас опять-таки войдем внутрь этой координы мира. Войдем, да. Ну, что сразу возникает, какое ощущение сразу возникает? Что мир очень дисциплинирован, вот дисциплина. Так. Все, что происходит в мире, происходит согласно детерминации. Не может быть никаких отклонений от детерминации. Это нарушение дисциплины. Мир регламентирован. И регламент этот незыблем. Его никто не может нарушить. Если кажется, что где-то этот регламент нарушается, это наша ошибка. Это несовершенство наблюдения. Ковнем поглубже и увидим, что это событие, вроде, так, случайное, да? Оно тоже детерминировано. Оно тоже имеет причинно-следственное обоснование внутри себя. И вот так. Это мир механизм. Сложный, но механизм. Мир, который алгоритмизирован. Алгоритмизирован. И в этом мире нужно оставить всякие иллюзии по поводу свободы. По поводу возможности выбора. Это именно иллюзия. То есть, внутри этого мира, внутри этого мира, человек никогда не почувствует себя свободным. Благодаря еще раз. Он может обманываться. Он может считать, что он действует волюнтаристически. Он произвольно что-то совершил. Захотел и сделал. Это кажется. На самом деле, все внутренне запрограммировано. Внутренне заалгоритмизировано. Вот эта установка, она, конечно, наверное, в одно мой взгляд, играет центральную роль в классическом артене мира. Центральную роль. И вот кризис-то, кризис-вознание, он был, по-моему, связан с тем, что эта установка перестала быть результативной. Она все время натыкалась на ситуации, где дотерминизм претерпевал кризис и вообще сходил на нет. Еще раз повторяю. Входим в этот мир. Мир, где нет случайности. Давайте так и запишем. Мир, который исключает случайность. Отсюда установка. Случайность враг науки. Вы понимаете, да? Кардиты мира без понятия случай. Вот это очень важно почувствовать. Сегодня, вот я опять тебе говорю, сегодня мы говорим, что мир есть случайность. В общем-то, надо это признать. Вот широко флуктуация. Флуктуация. Случайные изменения. Спонтанные изменения. Но не произвольные изменения. Если я говорю флуктуация, то нет никакой детерминации. Понимаете? Вот нет детерминации. Нет какой-то глубинной причины. Имеет место что-то самопроизвольное. Знаете, для классической науки эти понятия резкий рессонанс. Невыносимо для слуха классического ученого разговоров с лучами. Я хочу сказать в качестве, ну как бы, альтернативы классическому мышлению. Биология. Да, мутация. Мутация. Случайные изменения. Правильно? Да, случайные. Ну что вы. Какая может быть мутация? Какая может быть актуация? Какая может быть самопроизвольность? Даже капризничеически они тоже детерминированы. И капризничать нельзя в этом мире. Так. Значит. Исключается случайность раз. Исключается всякая неопределенность. Мы будем очень много говорить о неопределенности. Как важнейшей составляющей новой картины мира. А что такое определенность? Ну это понятно, что такое определенность. Все определено. Все. Все определенность значит все детерминировано. Миру присущий определенность значит, что в мире нет ничего неясного. Ничего туманного. Так. Ничего непредсказуемого. Допределенность это когда мы не знаем, что будет завтра системой. Как она себя поведет, в какую сторону она двинется. Эту мировую нас может мучить. Это неизвестность. Нет никакой неизвестности в мире классической науки. Все известно, все определено, все предвычислено. Ну и конечно третий момент, который надо исключить. Из этой картины мира это многозначность. Ну что во многозначность? Как это так? Иссия должна быть однозначной. Мир однозначен, и иссия должна быть однозначной. Опять-таки, это исключает возможность плюрализма, исключает возможность дискуссий, столкновения разных школ. Мононаука, моно, моно, одно. И все. Вот эти качества, случайность, неопределенность, многозначность, они элиминируются на двух уровнях. Эти качества нет в самом мире. В самом мире нет. Их нет в аппарате познания. Соответствие взаимное, да? Здесь как раз отрицательное соответствие. Соответствие на отсутствие каких-то качеств. И мир решен этих качеств, и наше познание решено этих качеств. Ну, отсюда, конечно, что мы получаем? Вот забегая вперед, скажу, что классическая наука, нетерпимо к чему, пишет. Пишет на дополнительности. Вот есть две школы, они друг другу противоречат, вместе с тем дополняют друг друга. Но не может быть такого в классической науки. Нет, мир не дает основания для диалога, мир монологичен. Мир монологичен. Монотеория, значит, это монолог. Это монологизм. А это выгодно предполагает какое-то двоение хотя бы. А это может быть не двоение, это может быть троение, это может быть и четыре школы, и пять. Возьмем хотя бы бинарность в качестве самой простой формы раздвоения, да? Самой простой формы множественности. Никакой множественности, это единство, единство. Если единство, то нету проблемы с согласованием каких-то разных подходов, разных точек зрения. Ну, понятно, что если нет дополнительности, то нет альтернативности. Что такое альтернативность? Ты выбираешь между теми и теми тизисов. В классической науке, в классическом космосе...